Очередной удар по Фольксвагену, который никак не отделается от дизельного скандала. Немецкая прокуратура начала расследование в отношении руководителя этой компании. Что стало известно следователям, расскажет Татьяна Лагунова. Топ-менеджер концерна Фольксваген под подозрением прокуратура Штутгарта начала расследование против гендиректора компании. Маттиаса Мюллера подозревают в манипуляциях в разгар так называемого дизельного скандала. Два года назад, когда в Германии разгорелся дизельгейт и акции компании на бирже резко упали, Маттиас Мюллер еще не руководил всем концерном. Он занимал должность поскромнее члена правления одного из дочерних предприятий. Федеральное ведомство по надзору за финансовым сектором считает, Мюллер мог не своевременно проинформировать инвесторов и акционеров о разгорающемся скандале и тем самым сманипулировать информацией. Гендиректор концерна не единственный фигурант расследования. Прокуратура подозревает в манипуляциях целый ряд топ-менеджеров компании, как бывших, так и действующих. И это еще один удар по автомобильному концерну, который и так немало пострадал от дизельного скандала. Громкие отставки, судебные процессы, штрафы и миллиарды евро убытков. Это цена, которую Volkswagen уже заплатил за дизельный скандал. Он разгорелся два года назад, тогда выяснилось, что на дизельные автомобили устанавливалось программное обеспечение, которое позволяло занижать показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах и обходить экологические стандарты. Жертвами обмана стали почти 11 миллионов автовладельцев, как в Европе, так и в США. Татьяна Лугнова, Павел Лысенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер.